Один из примеров международных сертификационных знаков для онлайн-торговли – это WebTrust. Эта программа сертификации изначально была создана для США и Канады, а затем расширилась для международного использования. Процедура сертификации во всех странах идентична, поэтому посетитель может рассчитывать на тот же уровень надежности вне зависимости от страны регистрации веб-магазина. В соответствии онлайн-магазина требованиям программы сертификации WebTrust перепроверяется раз в год или чаще при наличии запросов. Для получения значка WebTrust онлайн-магазин должен придерживаться трех основных правил. Первое. Ясно изложить всю информацию, связанную с покупкой. Это характеристики и происхождение товара, условия купли-продажи, помощь, доступная после покупки, доступные средства связи, уровень конфиденциальности, возможность изменить информацию, предоставленную продавцу. Второе. Компания должна быть в состоянии контролировать электронные операции, проводимые в онлайн-магазине. То есть для каждой операции должно быть получено одобрение клиента, термин доставки должен соответствовать заявленному, а доставленные товары должны соответствовать описанию на сайте. Клиенту должна быть предоставлена своевременная информация о каждом отклонении от договоренности и окончательная цена заказа должна быть указана до произведения оплаты. В свою очередь оплата заказа и предоставление фактуры происходит онлайн, а ошибки должны быть исправлены быстро. Третье. Защита личных данных. Необходимо обеспечить безопасную передачу данных и надежное их хранение. Доступ к данным должен быть строго целевой. При соблюдении этих правил можно претендовать на получение сертификата WebTrust, кроме того, соответствие указанным правилам может оказать положительный эффект на восприятие надежности и качества конкретного онлайн-магазина. Таким образом, этот Trustmark может служить альтернативой европейскому знаку European E-Commerce Trustmark, о котором мы говорили в другом видео. Европейский знак доступен только в 16 европейских странах, где есть национальная ассоциация, контролирующая использование данного знака. А список стран, в которых возможна сертификация по программе WebTrust, гораздо длиннее. Однако, все же имеются страны, в которых нет ни европейского знака доверия, ни WebTrust сертифицирования. В таких случаях существуют и другие альтернативы, такие как GeoTrust, Trusted Commerce Seal, Norton от DigiCert и другие. Но тут важно перед выбором оценить узнаваемость сертификационного знака на целевом рынке, потому что соответствовать требованиям сертификационной системы это хорошо, но еще лучше, если потребитель понимает это сразу при виде сертификационного значка. Если ваш бизнес не располагает бюджетом, необходимым для сертификации третьей стороной и получения сертификационного знака, можно использовать самодельные баннеры с ясными утверждениями об обеспечении безопасности и ссылкой на правила магазина. Такие ссылки позволяют потребителю быстро найти нужную информацию о гарантиях. Конечно, это не может сравниться с признанным знаком доверия, выданным независимой стороной, но хотя бы показывает, что вопросы безопасности и гарантии в онлайн-магазине описаны. Однако потребителям следует понимать, что самодельные знаки доверия не могут гарантировать надежность онлайн-магазина, поскольку нет независимой третьей стороны, которая поручилась бы, что все указанное онлайн-магазином верно и не только написано, но и выполняется. Поэтому было бы предпочтительнее не распыляться на ненадежные альтернативы по созданию потребительского доверия, а лучше сконцентрировать усилия для получения признанного, узнаваемого и оправдывающего себя в онлайн-среде сертификационного знака доверия. Есть ли такие знаки в вашей стране обитания? Пишите в комментариях.